Жалобы на устойчивый смрад от жителей Турлатова в социальных сетях появляются регулярно. В цитатах новостных лент, региональных СМИ и в репортажах местных телеканалов. Но за последний год здесь стало только хуже. Вредные выбросы стали уже влиять и на здоровье людей. Тошнота, рвота, сильная головная боль, не говоря уже об аллергических реакциях. И таких сигналов от населения все больше. В последние три месяца у меня во время выбросов опух язык. Я не смогла сказать предложение. Мне пришлось пить таблетки. От аллергии. В носу у меня искривлена перегородка из-за постоянных отеков. Носоглотка драла. Я встала, такое ощущение, что я заболела. В дом вонь заходит при закрытых окнах. Все свои хронические заболевания жители Турлатова тоже связывают с отравленным воздухом. Причем напрямую. Сходите в школу, спросите, сколько детей, не посещаясь в школу и по каким причинам. Рвота по носу. Это все было с момента последнего выброса. Вам для того, чтобы промониторить ситуацию, как влияют эти выбросы на людей, вам надо в школе это мониторить. По детям видно сразу. А про запахи они постоянно. Нет здоровых детей. У детей аллергия, сердечники, дыхалки у детей нет. У меня дочь в эту ночь, когда мы отравились, она ей 17 лет. Она молодая девчонка, здоровая, хорошая девчонка. Она встала вот с таким опухшим лицом. У нее веки висели на глазах. Как вы считаете, есть угроза здоровью? Впрочем, официально источник этих самых выбросов все еще не определен. Откуда берутся эти запахи и ядовитый туман, ни в одном ведомстве сказать точно не могут. Поэтому люди выдвигают свои версии. У нас вот 20 лет работает технин Николь. А у них, оказывается, нет фильтров. Они готовят, все там делают, свою продукцию. Денежки зарабатывают. Но мы-то уже все легкие у нас, бронхи, все больные. А у нас в каждого ребенка, к ней, у каждого аллергия. Каждые больные. У практически, ну, 80% у детей, наверное, астмы. Это точно. Потому что моя соседка, у ней двое детей. Они вообще не могут дышать. Вот. Они уехали отсюда. Говорит, мы в полянах живем, нам там хорошо. Сюда приезжаем и задыхаемся. Когда выброс с технин Николь, выброс ощущается и во рту, и в глазах. Как будто крошка, как будто песок. И на видеонаблюдении при инфракрасном лучах, ночное видеонаблюдение у меня стоит, видно выброс. Я могу, если хотите, прислать вам видео. Это как будто снег. Замеры воздуха выездные лаборатории делают. Но, по словам местных, не очень оперативно. Снимать данные приезжают совершенно не тогда, когда стоило бы. И когда идешь днем, стоит машинка вот здесь, на перекрестке. И они едут. А дышать прекрасно. Птички поют, солнышко светит. Воздух свежий. Они набирают приятные ароматы, свежие, весенние ароматы. Вы набираете в 5 утра ароматы, которыми дышим. Прям днем, в обед, возле моего дома. Стояла, замеряла, замеряла. Я еще подошел. Ну как, все хорошо, все нормально, пока нет. Ну чуть там, что-то какие-то превышения. Уехала в ночь. Как дали на всю ночь. Я говорю, аж чокались. Говорю, молодец, постоял, замерил в обед. После очередного выброса, как называют появление ядовитого запаха и тумана в Турлатово, люди звонили и вызывали лабораторию. Требовали сделать замер ночью. И говорят, лаборатория действительно приехала ночью. Правда, следующий, когда ветер уже все унес. Последний замер делался, когда в ночное время лаборатория приезжала, по требованию лаборатория, выезжали в среду, в ночь с 22 до 2 ночи, в четвергах. На позавчера получается? Ну да, получается, да, да. Прершения не было. Чистым кислородом. Людям предложили снова написать заявление в природоохранную прокуратуру. Обращение под свой личный контроль взял новый природоохранный прокурор области. Прошу сейчас, в день учителя, тогда остаться, в том числе запишу контакты, потом предоставлю вам телефон для обратной связи с прокуратурой, куда вы сможете позвонить, в том числе в ночное время. Кстати, не все турлатовцы в своих подозрениях сегодня готовы юридически идти до конца. Кто-то уже продает жилье в селе и уезжает. А у кого-то такой возможности нет. Вот они, самые стойкие, намерены отстаивать свое право дышать чистым.